О депутатах в регионах. Сегодня стало известно сразу несколько громких историй с их участием. И это не только уже набившие оскомину драки до взятки подвиги с фантазией. Начнем с новостей из Ужгорода. Здесь несколько местных депутатов устроили пьяный дебош с огнестрельным оружием. Прямо на праздновании детского дня рождения. Испуганные малыши именины провели в туалете, а протрезвевшие чиновники заявили о происках политических оппонентов. Обо всем подробнее Марина Коваль. Это видео, снятое на мобильный телефон, в интернете появилось вчера поздно вечером. Якобы два местных депутата приехали в село Плоское, изрядно выпившие. Зашли в ресторан, где отмечали день рождения годовалого малыша их политические оппоненты. Вот этот мужчина в камуфляже депутат Свалявского райсовета Сергей Колобишко. А вот друг Колобишко Иван Куля, депутат Полянского сельсовета. По словам очевидцев, Куля достает из микроавтобуса ружье и начинает угрожать посетителям. Как все было, полиции рассказала одна из посетительниц ресторана. Пришел Гуля, начал всяк тупо, обид, так и ушел из буса, с автоматом, а так размаху. Пришел сюда, шел тут все депутат, кубок, 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 кубок. Иван Куля встречаться с нами не захотел. По телефону сказал, инцидент специально раздувают его политические оппоненты. Мол, он и его друг Сергей Колобишко, как обычно, зашли в ресторан выпить кофе. Пьяными не были, драку не затевали. Глава сельсовета уверен, Иван Куля давит на тех, кто был в ресторане и пытается замять дело. У него, мол, много влиятельных друзей среди районных и областных чиновников. К тому же, это не первая драка, в которой он участвует. Люди все наляканы, говорят, что им погрожают. СМС-ки разного рода надсилают, что будешь писать, что мы тебя там знищим. Была спроба взорвать первую сессию. И Куля и его товарищи, там еще двое, трое, спровоковали бийку, побили людину. И криминальное проведение, на жаль, оно не расследуется. Полиции начали уголовное производство по факту хулиганства. В обоих компаниях были местные чиновники. В какой-то момент между человеками из данных компаний возник конфликт, причиненный давними неприязными отношениями. Словесная перепалка переросла в бийку. Пока подозрения никому из участников драки не предъявлены. За хулиганство в уголовном кодексе предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область.